Эффективное и сбалансированное питание в стационаре не только обеспечивает необходимые питательные вещества для поддержания здоровья, но также способствует повышению иммунитета, ускорению регенерации тканей и улучшению общего состояния пациента. Именно поэтому в республиканской больнице с марта месяца появилось трехразовое бесплатное питание для пациентов. Сумма, заложенная на год, составляет 7 миллионов 827 тысяч. Если разделить на месяц, это получается около 652 тысяч в месяц. Если говорить о количестве пациентов, у нас одномоментно в стационаре лежит до 200 человек. На сегодняшний день это 142 пациента. Готовится еда в пищеблоке, затем разносится и разносится по отделениям. Рацион, поступающий не только стационарным больным, но и родильному отделению больницы, утверждается диет-врачом. Юлиана Кубрава рассказала, что питание готовится с учетом особенностей медицинской диеты того или иного пациента. Трехразовое питание рассчитано на больных с заболеванием углеводного обмена, с послеоперационным периодом. Даже роженицы получают это питание. Все сбалансировано с подсчетом жиров, белков и углеводов. Колораж тоже не превышающий 3000 калорий в сутки. Стараемся индивидуально тоже подходить к пациентам. Все в соответствии с санитарным нормам. Стараемся угодить нашему населению во мере возможности. По словам Юлианы Кубрава, возможность обеспечивать сбалансированное питание в больнице значительно облегчает не только работу врачей, но и жизнь пациентов. Ведь многие стационарные больные или же послеоперационные пациенты приезжают в республиканскую больницу со всех уголков Абхазии. У некоторых может не быть близких, готовых взять на себя заботу о рационе родственника. Пациенты очень довольны. Они первое, раньше что было, спрашивали, а у вас кормят? Потому что есть и люди, которые не имеющие родственников, не имеющие возможности выйти, купить себе что-то поесть. И это очень удобно, потому что у нас пациенты в общей массе, живущие не в Сухумском районе даже, приезжие из сел. И это очень комфортно и для родственников пациента. Помимо очевидного комфорта для пациента, получающего трехразовое правильное питание во время лечения, соблюдение всех диетических правил очень важно для выздоровления больного. Диета очень важна в выздоровлении, вообще в ведении пациента. Это одно из первых в рекомендациях лечения. Это стоит диета. Если человек будет неправильно питаться, в раннем послеоперационном периоде, вообще просто болеющий какими-то заболеваниями, то его состояние будет усугубляться. О рационе и качестве питания в больнице мы поговорили с пациентами стационарного отделения. Завтрак, обед, ужин, причем обед первое, второе и третье. И готовят очень вкусно. Вам нравится? Нравится. Все у дома. Здесь такое доброжелательное отношение к больным, что чувствуешь себя как дома. Здесь все. Завтрак, обед, ужин. Все. Я вам скажу честно, я даже не ожидал. Я первый раз вообще в больнице. Но здесь сказать шикарно для больницы, может быть, как-то это не так. Но все на высшем уровне. Очень прекрасно, очень вкусно. Самое главное, что отношение всех медработников на высшем уровне. Просто приятно, все уважительно, все прекрасно. Администрация больницы планирует и дальше улучшать подход к питанию пациентов. Хотелось бы, конечно, сделать так, чтобы пациент получал парциальное питание. Вот индивидуально на пациента готовилась порция. Это могут быть контейнеры. Мы разговаривали с санитарно-эпидемиологической службой, провели консультации. Они нам порекомендовали, в какой посуде это можно и нужно доносить до пациентов. Это должна быть металлическая посуда, которая обрабатывается, выдерживает обработку, стерилизуется, выдерживает стерилизацию. И вот мы хотелось бы, чтобы мы через какое-то время к этому уже пришли. Отзывы пациентов демонстрируют главное. Все этапы работы пищеблока больницы – процесс сложный, но очень важный. Ведь правильное питание помогает не только сохранить здоровье, но и восстановить его во время лечения.